Правильное мышление при появлении страха В этот критический момент бифуркационного сдвига каждый человек решает, хочет он быть свободным или жить в духовном рабстве. Этот выбор начинается с того, чтобы взять разум под свой контроль и устранить блокировки путем выражения готовности столкнуться с тьмой и преодолеть страх. Это решение состоит в том, чтобы принять на себя ответственность за организацию своего образа жизни с приоритетом развития более глубокой связи с Богом, просяв в наших молитвах помочь нам преодолевать тьму для достижения духовной свободы. Это связано с необходимостью правильно перепрограммировать мышление нашего ума и удалить все, что несет страх и препятствует полноценным отношениям с нашим духом. Правильное мышление дает нам личную власть, позволяющую устранить состояние нашего страдания. Все осуждения, страхи и интерпретации должны быть устранены, и при их появлении они должны быть зафиксированы с позиции наблюдателя, а затем отпущены и освобождены. Мы должны вскрыть чистоту страха и то, как она влияет на наши установки подсознания и поведения, уделить внимание тому, как мы мыслим и интерпретируем наш мир путем внутреннего диалога. Программы страха должны быть извлечены из нашего тела и освобождены от управления нашим сознанием. Необходимо уделить внимание тому, какие уроки мы должны извлечь из страха. Страх дает нам духовные уроки, с которыми мы должны справиться внутри себя, поскольку он показывает места, в которых тюма блокирует наш поиск о гармонии в нашей непосредственной связи с Богом. Сколько усилий вы приложите к тому, чтобы научиться смотреть страху в глаза, чтобы препятствовать ему управлять вашим умом и жизнью, чтобы стать свободными. Когда наш ум способен думать только о выживании при потенциальных угрозах, нами легко управлять и манипулировать через мертвые зоны, созданные нашими собственными страхами. Это определяет состояние ментального рабства и страданий. В результате постоянного состояния страха и беспокойства, наше критическое мышление, управляющие функцией и способность эмоциональной саморегуляции, которые помогают нам справиться с проблемами в нашей жизни, по сути, подавлены. Когда страх живет в нашем уме, мы не способны справляться с трудностями и эффективно решать проблемы. Преодоление страха является главной задачей, мы должны восстановить контроль над нашим разумом и уметь правильно оценить свое место в окружающем мире. Преодоление страха также содержит жизненно важные ключи к тому, как управлять своей собственной жизнью, а также достичь ментальной, эмоциональной и духовной свободы или жизни без страданий. Преодолев страх, мы можем освободиться от импульсивных реакций, инициированных тактикой, основанной на доминировании, которые используются в повседневном мире, от манипуляторов, использующих агрессию и запугивание с целью управления нашим ментальным восприятием и эмоциональными реакциями. В результате этого, мы увидим, что эти взаимодействия являются уроками для нашего личного роста, дающими невероятную духовную силу. Мы живем в мире управления сознанием, в котором для социального порабощения используется основанное на страхе восприятие. Какие шаги можно предпринять сейчас, чтобы начать собственное освобождение от потернов ментального рабства и личных страданий, и сформировать сильные ментальные навыки для того, чтобы реконфигурировать страх и усилить нашу способность эмоциональной саморегуляции? Какие духовные уроки открывает нам страх? Чистота страха и ощущение опасности Чистота страха – это то, что заставляет людей чувствовать угрозу и опасность в мире, а также разъединение и разделение с другими людьми, что создает разногласия в мире. Отсутствие единства порождает самообман, ложное восприятие и многие недостатки характера негативного эго, которые создают относительно небезопасных людей. Люди, у которых отсутствует сострадание или этическое поведение, склонны сильно критиковать, обвинять или осуждать других. Если нами управляет страх, эта тьма управляет нами. Она также управляет нашими отношениями, лишая возможности глубокого соединения человеческих сердец, сопереживания и любящих связей. Учтите, что в корне страха лежит тьма, и он может очень легко уничтожить нравственное поведение, уважение и сострадание к другим людям. Страх разрушает надежду на общее сотрудничество людей, мешает сострадательному общению, которое могло бы помочь в решении важных проблем, касающихся всего человечества. Человек типа диспетчера, использующий страх для управления другими людьми ради власти, может одним махом легко уничтожить созданное единство, позитив и доверие, завоеванное организацией или сообществом. Таким образом, страх является основным инструментом манипуляции архетипа диспетчера, предназначенным для формирования ощущения угрозы и небезопасности в обществе других людей и в любом социальном окружении. Он также лишает людей чувства безопасности, делая их неэтичными, непочтительными и малосочувствующими другим людям. По сути у людей, не чувствующих себя в безопасности, есть слабые черты характера, склонные сеть страх и разногласия, и это заставляет других людей не чувствовать себя в безопасности рядом с ними. Многие такие люди создали стены, ограничивающие их от других из-за их скрытых страхов, в основе которых лежат неосцеленные личные травмы. Все мы когда-либо находились в обществе человека, который не чувствовал себя в безопасности, и замечали, насколько некомфортно и напряженно мы чувствовали себя в его присутствии. Если мы не можем быть подлинными и правдивыми в присутствии других, потому что боимся, что, если мы раскроем себя, они будут осуждать, преследовать или нападать на нас, мы чувствуем дискомфорт, истощение и небезопасность в их присутствии. Многими людьми, не чувствующими себя в безопасности, управляют их страхи, и многие их реакции и импульсы подсознательно запускаются неисцеленными ментальными или эмоциональными триггерами. Давайте вспомним, что некоторые качества негативного эго, основанные на страхе, создают потенциально ненадежных людей, в присутствии которых мы не можем быть абсолютно правдивыми, не опасаясь каких-либо последствий, нападений или наказаний. Такие люди могут осуждать, обвинять, манипулировать, быть нечестными, самовлюбленными, эмоционально нестабильными, безответственными, сплетничать, осуществлять психологическое давление, командовать, притворяться, требовать к себе особого отношения. Кажется, что много тьмы в таком поведении, не так ли? Находясь в обществе людей, проявляющих такие качества негативного эго, основанные на страхе, нам необходимо создавать сильные границы и условия взаимодействия с ними. В некоторых случаях мы, возможно, должны полностью прекратить отношения. Как правило, нет ничего хорошего в том, чтобы постоянно подпитывать поттерны разрушительных, вредных или оскорбительных отношений, отказывающихся исцеляться или развиваться. Мы должны сеять семена в плодородную почву, если хотим, чтобы вырос сад. Уход от негативной полярности страха, возможно, требует вырвать сорняки, или уйти таких поттернов отношений ради самосохранения. Тем не менее, если мы часто не чувствуем себя в безопасности с другими людьми, возможно, необходимо выяснить причины, почему мы боимся, и найти отличия между ненадежными людьми и теми, кто проявляет ответственность и безопасное поведение. Сильный духовный фундамент строится на краеугольном камне развития моральных качеств и доверия, как внутренним, так и внешним. Доверие создается в результате последовательных этичных действий нравственного поведения, когда люди относятся друг к другу с уважением и добротой, позволяя быть такими, кто они есть, без последствий. Можете ли вы чувствовать себя в безопасности с другими людьми, сами не являясь безопасным человеком для окружающих? Часто то, чего мы боимся в других, является нашим скрытым неосознанным поведением, которое мы не очистили глубоко внутри себя. Пока мы не будем готовы посмотреть на эти скрытые страхи, мы можем легко проецировать или передавать их другим людям. В качестве основного руководства для избавления от страхов путем замены отрицательных качеств положительными, является контроль ежедневных мыслей и поведения. Мы можем обратиться к поведению GSF или просто придерживаться золотого правила. Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам, и старайтесь поддерживать чувство собственного достоинства уважительными действиями. В некоторый момент полезно понять, что принятые в настоящее время поведение негативного эго и чистота страха используются против людей Земли как психологическое оружие с целью их ослабления. Страх широко распространяется в окружающем нас мире, и это создает вокруг нас потенциально опасных людей. Страх ослабляет моральные качества, и это останавливает рост более высоких проявлений великодушия, доброты и толерантности. Бесконечное создание образов врагов средствами массовой информации формирует ощущение постоянной угрозы, которая только усиливает страх и ощущение беспомощности в подсознании и теле боли человечества. Трансляция страха входит в нашу личную жизнь, заражая наши мысли, поведение и отношения чистотой страха. Чистота страха способствует появлению чувства и ощущения, что мы находимся в опасности, небезопасны для других и для себя. Понимание, что мы живем на планете, находящейся в изоляции из-за массовой трансляции чистоты страха, может быть полезным для освобождения нас от основных трансляций страха и основанных на страхе реакции окружающих нас людей. Откажитесь принимать и поддерживать чистоту страха, запущенную во внешнем мире. Когда мы видим повестки дня страха, работающие во внешнем мире, мы можем погрузиться в себя и просеять полученное через внутренние источники. Страх может передаваться от людей, жизнь которых основана на страхе, а также насаждаться внешними повестками дня, использующими формы электронного преследования и медиа, основанные на управлении сознанием.